Далее коротко о некоторых других событиях в нашей постоянной рубрике Дайджест. Далее тембр, интонацию и звучание голоса, представлялся родственникам, сыном или внуком. Затем он сообщал, что попал в ДТП и совершил тяжкое преступление, связанное с причинением вреда здоровью человека, после чего просил деньги для решения проблем. Злоумышленник также, меняя голос, общался с потерпевшими от имени адвоката, уверяя их в том, что родственник, который стал участником преступления, может избежать уголовной ответственности, если заплатить деньги. Получив согласие от собственников, молодой человек за вознаграждение привлекал различных людей в качестве посредников для получения денежных средств. Две пенсионерки попались на уловки мошенника. Они передали 40 тысяч рублей. Кроме того, полицейскими установлено 4 факта покушения на мошенничество. В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Накануне в Кунгурском районе сгорели сразу два автомобиля. Пожары произошли в разных населенных пунктах с разницей в один час. Сообщение о первом загорании на улице Сельска в деревню Поповка поступило в 22.40. Горение было ликвидировано в считанные минуты. В результате пожара поврежден моторный отсек авто. Спустя час около полуночи загорелся автомобиль в мыльниках. Пожар возник прямо во время движения. Помощь оказывали сотрудники МЧС России по Пермскому краю. Четыре человека личного состава и одна единица техники. Ущерб и причины загорания устанавливаются. В Кунгурском районе образовался прорыв глубиной 18 метров. Это сравнимо с высотой шестиэтажного дома. Небольшую внешнюю ямку обнаружили недалеко от деревни Родинова в Зарубинском сельском поселении. Находиться вблизи воронки опасно для жизни, сообщают экстренные службы. Место огорожено. Однако угрозы для деревни Родинова, в которой числятся всего два жителя, нет. Заведующая Кунгурской лабораторией стационара Горного института РАН Ольга Кадебска уточняет, что диаметр воронки составляет 4,5 метра. На дне провала имеется отверстие в породе протяженностью около 6 метров. Воронка расширяется внизу. По прогнозам яма может осыпаться и увеличиться в диаметре. К слову, в 80-е годы прошлого столетия с другой стороны этой же деревни образовался 19-метровый провал. Тогда, в считанные дни, он увеличился в диаметре до 50 метров. В субботний день администрация города приглашает всех неравнодушных людей на уборку территории Карасьево озера. Засылвинская часть города – это перекресток улицы Гагарина и Прорывная. Все вместе кунгурики смогут многое – почистить территорию от мусора, вырубить заросли и облагородить берег. При себе иметь рабочий инвентарь, перчатки, грабли, мешки под мусор. Субботник состоится уже завтра, 19 мая, в 14 часов. Правда, завтра, 19 мая, в Пермском крае ожидаются грозы и порывы ветра до 20 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Пермскому краю. Спасатели рекомендуют жителям региона избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами и незакрепленными конструкциями. Также в МЧС советуют быть внимательнее на дорогах и по возможности отложить прогулки и поездки до стабилизации погодных условий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!